приветствую вас на огромной совместной работе по gta для playstation 2 дело в том что на двойку вышло пять частей из 3d вселенной gta и предлагаю каждому произведению уделить по пару слов что лично мне нравится в той или иной части и какую именно выделят игру наши любимые и уважаемые гости gta 3 на playstation 2 вышла в 2001 году и игра год являлась эксклюзивом для этой замечательной консоли тесное сотрудничество sony и rockstar games подарила эксклюзивность каждой значимой части 3d вселенной для второй плойки если бы в то время интернет так сильно был развит то люди просто сходили бы с ума ибо представьте себе картину что выходит gta 6 и на эксклюзив для ps5 и приятный момент что серия gta полностью изменила свой вектор развития если раньше мы могли играть только с видом сверху то с приходом третьей части франшиза полностью ушла в 3d именно с этого момента начинается взлет серии gta причем не просто какой-то мелкий успех мы получили а gta реально обсуждали везде этой игры восхищались и считали ее чуть ли не культом и лучшей игрой в истории и на то есть свои причины люди никогда в играх не ощущали такой свободы действий если вспоминая годы своей молодости то не могу легко сказать что играя в gta я тупо бегал угонял транспорт и устраивал беспредел на каждом углу полностью забивая на миссии сюжетную линию потому что для меня как для пиздюка третья часть являлась невероятно сложной ваши оппоненты были настолько устрашающими что даже в то время не знаю что такое спидран я его активно практиковал лишь бы ни в коем случае ни с кем не пересекаться ибо пару выстрелов вас и вы здороваете со своим прадедом именно поэтому я долгое время относился к третьей части не очень ибо она сложная мрачная такая вся но спустя время я выкупил в чем заключается плюс мрачности третьей части если раньше такой ой не слишком все сложно вычурно то спустя время мне стал нравиться этот мрак я посмотрел на тройку по другим углом и просто выкупил что игра не собирается с тобой церемониться это прослеживается даже в атмосфере и в том самом мраке ты понимаешь что ты беспредел и был быстро потушат ибо полиция с тобой также церемониться не будет и игра чисто для мужиков поэтому многие отекают gta 3 и считают ее такой себе игрой не понимая того что gta 3 это самая настоящая часть гта где перед тобой город наполнены преступностью где не будет всяких смешных и нелепых киношных сцен и по атмосфере это лучший gta из всех которые вообще выходили для playstation 2 если вы время от времени играете в разные части вселенной по gta я рекомендую снова пройти тройку и да пусть она самая сложная вам придется несколько раз перепроходить миссии если вы так себе играете но может быть именно сейчас вы созрели для того чтобы понять что на самом деле представляет из себя gta 3 и для чего rockstar games создала эту игру бесконечная классика и давайте послушаем евгения с канала совенок что он думает о gta и какая его любимая часть из 3d вселенной короче из всех gta именно 3d вселенная лично для меня самое самое это gta 3 чисто классика плюс в ней как-то более реалистично но если можно так выразиться конечно передано криминальная вот эта вся тема например в i city ты за два часа уже хлопаешь наркобарона и угоняешь танк ну типа вот это сад и лазишь на военную базу за джитпаком до прыгаешь самолета на самолет прям воздухе ну и в таком духе миссии в gta 3 все как-то более приземленно в этом плане и при этом в игре достаточно ну такая мрачная атмосфера вот это тоже большой плюс ну и по геймплею она самая бодрая именно быстрый темп игры высокая сложность самая бешеная полиция высокий урон у противников серьезное оружие которое дали противников то есть калаши уже есть у фбр скорострельность у них бешеная а у этих у военных м ки ну то есть м ки это миниган из вайсити то же самое ну короче можно долго перечислять но для меня именно тройка это как бы канон тупо топ вот как йоу не получается купить игру для playstation psor поможет купить любую игру игры для playstation 4 или 5 ты сможешь купить по очень низким ценам множество положительных отзывов а также ежемесячные конкурсы в которых вы можете выиграть видео игры или геймпады а еще купить игру достаточно просто ведь в нашей группе вконтакте есть кнопка сделать заказ psor играй без ограничений вайсити всего спустя год rockstar games выпускает еще одну часть gta и также эксклюзивную для второй playstation вы понимаете что после тройки серия жесть как стрельнула и тут у нас снова эксклюзив для ps2 да основа временный и я просто удивлен с того как разрабы всего за один год жесть как улучшили свое произведение да здесь до сих пор нельзя плавать но зато теперь у нас расширился транспорт и вы можете на байке колесить по солнечному атмосферному майами вообще если говорить за эксклюзивность то sony подписала стейк то бумажечки в которых вайсити должна была стать не временным эксклюзивом для их консолей а вообще полным но позже бумаги были переписаны и появился порт на пк и xbox после gta 3 которые в то время пройти не смог как бы и не пытался этого сделать передо мной появилась игра которая показывает мне что ее как минимум можно пройти и казуальность некоторых играх служит большим плюсом ибо устраивать беспредел на улицах по-прежнему доставляло удовольствие но из-за того что сюжетную линию ты можешь проходить без проблем особо заниматься ерундой не хотелось а вот почитать субтитры в катценах понять сюжеты пройти игрулю вот этого жесть как хотелось я помню как после прохождения миссии несмотря на то что диалоги я читал но видимо не сильно внимательно я остался сам собой где вроде бы сюжет до конца не завершён и как бы пришлось скупать заведение и чисто случайнейшим образом я понял чтобы пройти вайсити тебе нужно как минимум выполнить задание бизнесов и о чудо финальные титры касательно атмосферы если говорить за наши дни то каждая часть gta она уникальная и каждая имеет свои плюсы что по атмосфере что по стрельбе разнообразию оружия и в принципе у значимости в том или ином произведении вайс это совершенно другая gta где тебе и солнце и пляж и клубы и чего здесь только нет совершенно другая сторона великого угонщика автомобиля открывалась перед нами и знаете в тот момент когда я впервые увидел вайс это было на компе у кента который еле-еле на минимальных тянул эту игру я сразу же понял что вайс гораздо круче чем тройка но сейчас я не могу так сказать потому что каждая gta индивидуально по-своему но что я не забуду это двухколесный транспорт здесь я просто находился в шоке и не понимал а как его не может быть в gta 3 но теперь можете считать отсутствие мотоциклов фишкой 3 мрачной но крутой части и давайте послушаем что думает спектр агта и какая его любимая часть из 3d вселенной привет если говорить про лучшую часть в 3d именно вселенной то естественно сюрприз-сюрприз я выберу вайс сити и я постараюсь не отталкиваться от ностальгического фактора то есть да это была моя самая первая gta да много воспоминаний с ней это все неважно все-таки сравнивать нужно с тремя играми да во первых что мне нравится готовая сети целиком и полностью не напрягает тебя от слова совсем то есть третья часть она достаточно хардкорна при том если проходить ее на сотку это куча монотонных действий что я опять же не люблю а порой периодически до на соточку я перепрохожу какие-то старые части кота если вдруг появляется желание сейчас-то делать конечно проще да благодаря модификациям но донесать сандрес тоже довольно длинные монотонные действия в каждом регионе но тут опять же дело на любители да если ты исследователь любишь много времени проводить в той или иной игрушки для меня просто существует определенный перечень игр который запустил и буквально прошел за один пресеста вот вайс сити это такая игра она в меру хардкорная все задания которые ненавидел в детстве уже становятся легкими ты буквально закрытыми глазами их проходишь это непередаваемая атмосфера 80-х то есть я как человек который любит из скорее унылой обыденности сбегать во что-то яркая то есть может быть с кто-то скажет искусственное да тем не менее то есть я иногда могу сесть в транспортные средства и кататься по городу но минут 10-15 мне это абсолютно не надоест потому что в купе сюда идет еще интересная и замечательная музыка притом знаешь по поводу музыки да опять можно сказать она очень хорошо передает атмосферу вот этих 80-х и так далее это и так понятно речь в другом когда ты взрослеешь ты если например расширяешь свои музыкальные вкусы до познания ты очень много берешь именно с радиостанции в плане гэта и потом ты узнаешь что существует очень много мастодонтов оказывается которые проходят проверку временем то есть к примеру если раньше я любил wave 103 и это сейчас моя самая любимая волна до сих пор потому что она идеально просто подходит под войсить это постпанк это этот синт-поп различный или к примеру вирок раньше я любил слушать потому что эра глэма и там какого-нибудь спид металла трэш металла просто хэви металла да в целом хард-рок если так говорить 80-х но это уже классика то есть любом случае вот прошло почти 40 лет а хотя нет вообще около 40 это классик это музыкальная классика которую потом смело можно плейлисты добавлять но потом со временем ты открываешь что есть действительно более интересные исполнители чья роль именно в плане музыки на радиостанциях она еще лучше подходит под атмосферу вай-сити то есть пока люди ищут майкла джексон на flash fm я предпочту кейт буш с emotion 98 и 3 если люди выцепляются flash fm допустим лору бренни гонда я предпочту фэт ларис бэнд act like you know с радиостанции февер 105 например да или cool and again кажется называется группа summer madness по моему трек называется тоже на февер 105 играет это идеал при том ты обращаешь на это внимание именно с каждым новым прохождением игры но самое главное для меня вай-сити остались самые колоритные персонажи со всей 3d вселенной томми это невероятный но если что замажешь да в мудак и прагматик то есть он на самом деле гений бизнеса то есть каких-то персонажей он хейтит но в угоду себе но тем не менее он не кидает их а продолжает с ними делиться если снова берет их вдоль и того же кента пола да ты помнишь как он его просто метает швыряет на протяжении сюжета но тем не менее после ограбления банка он все равно с ним делится хорошей суммой денег при этом есть как бы полковник кортез который технически использует томми в своих личных целях если ты посмотришь на сюжет поглубже да мне даже помню видос выходил и томми на него работает несмотря на то что сам понимает что общение с кортезом не приводит его к собственной сделке при этом заработав кучу денег с этого кортеза он еще берет его дочь пихает в индустрию 18 плюс и потом тот ему звонит конце игры говорит она хочет стать адвокатом атоме просто смеется говорит какой адвокат сынок о чем ты говоришь что ты так все отлично происходит то есть томми помнит все хорошее помнит все плохое это просто гений в целом замечательные персонажи которые фигурируют вокруг себя несмотря на мою ненависть к лэнсу ладно это живу выделю как хорошего персонажа хотя во время миссии он очень сильно тупит но к этому уже все привыкли и при этом войсите как по мне в плане сюжета даже никакой морали нет то есть вокруг тебя ублюдки если посмотришь да опять на сюжет более глубже но томми он такой отчасти сам по себе город войсите он достаточно компактный маленький то есть если ты захочешь по проходить какие-то допы чтобы у томивер с эти возросли характеристики возможно ты получил какие-то бонусы типа бесконечного бега она отлично под это подходит и как я говорил это наверное самая легкая это в плане стопроцентного прохождения учитывая что есть уже скрипты которые показывают определенные коллекционные предметы которые ты можешь собирать здесь все-таки нужно иногда читать и слушать что тебе говорят потому что я помню впервые прошел войсите только в 2010 году мне рассказал один парень что нужно сделать чтобы открыть финальный акт игры но удивительнее всего то что тебе об этом говорят на протяжении всего сюжета что тебе нужно покупать бизнес и сначала тебе это показывают визуально потом тебе звонит эйвери и в теории ты когда ездил по всяким местам типа вот стрип клубов который мерседес до отвозишь когда убиваешь лидера гаитян на эвере кэрингтона да у тебя показывали синие домики то есть это уже было небольшим намеком на то что финальный акт игры открывается не просто потому что мы тебе покажем что надо делать а для того чтобы ты сам понял и разобрался что от тебя требуется и вот за это время там с 2003 по 2010 я не счета и количество раз пытался перепройти эту игру пока не узнал про этот момент и более того я тебе скажу даже на момент записи вот этой аудиодорожки мне до сих пор в личку вконтакте продолжают писать люди которые спрашивают как открыть финальный акт игры это ли не уникальная особенность в айсиде кто-то скажет криво но слушай было бы криво если в тебя в этом не предупреждали не заставляли бы тебя следить за сюжетом игры в целом и за миром что там происходит но как по мне это достаточно интересная особенность вот гтс андрес здесь прошло уже два года и гтс андрес вышла в 2004 для playstation 2 опять же эксклюзивно на один год тогда люди уже понимали что эксклюзивность на игровой системе ps2 будет длиться около года и никто особо не спешил магазин чтобы купить себе новенькую двойку сандрес уникальная и самая максимальная часть gta из 3d вселенной ибо по деталям она превосходит любую из частей упомянутых ранее здесь вам и разные элементы одежды которыми вы можете украшать своего персонажа и си джей это главный герой gta сандрес наконец-то научился плавать и здесь будет также пару миссий связанных чисто с подводными приключениями и добавили даже велосипед сюда карл может заниматься спортом и стать качком либо покушать в майке изменить свою форму до неузнаваемости это все на движке игры gta 3 конечно если откинуть отсюда ограничения которые заключались в том что gta с андрес она привязана к ps2 то можно было бы сменить двигло или еще каких-нибудь классных фишек добавить но то что получилось конечном итоге это тоже очень большая работа и долгое время именно сандрес являлась моей любимой частью gta а все крайне просто рук звезды пронюхали тот факт что чем игра казуальнее тем больше на нее спрос так вышло что сандрес можно смело назвать самой легкой частью gta из 3d вселенной и конечно здесь есть убогие миссии которые стали легендарными и мемными допустим погоня за поездом вместе со смоуком это была одна из жоподоробительных миссий моего времени которые искренне ненавидел и все ссылал исключительно на рандом а это такое время что интернета у тебя не было ты не знаешь как легко пройти эту миссию и тупо по 20 раз пытался ее сделать а у тебя все не выходило и не выходило но все равно куда легче чем остальные gta игры именно на тот момент сейчас же я могу сказать что gta са является самой легендарной gta из трилогии потому что она самая популярная в нее играла больше всего игроков и также разные сам проекты которые даже с выходом gta 4 не давали этой игру ли уйти на дно поддержка от юзеров было очень долгой многие после прохождения неделями ездили по лос-сантосу и творили разный бред но в оправдании бессмысленному катанию я хочу сказать что смысл в нем был ибо сан-андрес это самая наполненная часть gta которая выходила в то время и даже в деталях до сих пор не вышла ни одна игра от rockstar games в которой вы можете так сильно изменить своего перса начиная от десятков причесок и заканчивать тысячами шмоток и давайте послушаем а что думает макушкин агта и какая его любимая часть если отвечать на такой философский вопрос какая самая лучшая 3d gta то здесь не будет какого-то явного ответа для каждого любителя нашей игровой серии разумеется 3d gta нас принесла на новый 3d движок и подарила такой огромный и живой открытый мир которые практически не видели игроки до этого да и в целом эта игра вывела из андеграунда всю серию gta и сделала эту игровую франшизу поистине популярной в gta вайсити поработали над некоторыми неудачными механиками gta 3 и доделали другие основные игровые аспекты благодаря которым играть неопытному пользователю стало гораздо легче и приятнее да и атмосфера и солнечный город гораздо сильнее себе располагает массовую аудиторию ну а gta san andreas как мы знаем выжимала все соки из рендер вэр и разработчики попытались сделать по-настоящему современную игру на устаревшей базе playstation 2 и в целом игру удалось такое сделать и всех 3d gta современному человеку будет гораздо приятнее играть именно в san andreas в основном из-за механик которые до сих пор удобные и в некоторых местах даже приятные например шутерная часть просто сравните это с тремя играми и вы поймете что в gta san andreas она самая удобная но если отвечать на ранее поставленный вопрос о gta 3 вывела серию видеоигр из андеграунда по моему мнению а gta san andreas выжила все соки из движка gta 3 показывая нам как должен выглядеть настоящий открытый мир короче говоря из трех игр наверное самая лучшая гта это san андреас liberty city stories здесь у нас уже порт с psp портативной игровой системы от все тех же sony изначально она вышла на пиху в 2005 году а позже порт появился на psd в 2006 то есть спустя год если вы ждали эту игру на пк то здесь вас ожидал облом потому что она не вышла для компа но существует мобильная версия и также благодаря эмулятором вы сможете познакомиться с этим произведением только все так криво и моментами неиграбельно что до сих пор сложно ознакомиться с liberty на компе я рубился в нее на пихе я играл на playstation 2 и хочу сказать что когда я впервые увидел ее в портативе у чела это был настоящий шок я не верил своим глазам что gta можно запустить на портативке и когда прошло уже много лет включая psp я понимаю что rockstar games сделала невозможное и как на откровенно скромном железе которая уступала ps2 вы выпустили эксклюзивчик ничем не ограничивая игроков и даже напротив здесь у нас макет города из gta 3 но также существует изменение и круто покататься поисследовать город если вашей любимой частью gta является именно тройка также здесь появились мотоциклы и короче полный разнос но и как дополнение к истории gta 3 она также покатит но так вышло что с этими частями gta я познакомился сильно позже основной трилогии я даже не думал о том а считаю ли я stories лучше чем другие игры я считаю liberty чисто как дополнение к тройке могу накинуть ей пару баллов за эксклюзивность на консолях sony потому что если вы фанат gta как минимум мысли о том чтобы рубануть в эту игру они будут присутствовать с вами постоянно и давайте перейдем к последней на сегодня gta которая выходила для ps2 и которая находится в 3d вселенной вайсити stories вообще все stories а для меня это тупо дополнение как отдельные игры я бы не хотел их оценивать но могу выделить снова эксклюзивность для psp затем наличие порта на ps2 если liberty выходила для мобильных платформ то вайс не в коем случае недоступен для мобилок если не юзать эмулятор ps2 или playstation порта был перед нами все тот же значимый крутой и яркий город вайсити который полностью пропитан крутой атмосферой и тебе хочется здесь задержаться как можно дольше но так как вайсити stories я проходил на psp где у тебя только один стик долго баловаться мне не приходилось в этой игре если сравнивать liberty и вайсити stories и то мне импонирует больше вайс хоть и liberty спустя время стала цеплять своей мрачной атмосферой но вспоминая золотые годы гейминга на psp тогда мне больше нравилось именно вайса она яркая крутая история здесь тоже на высочайшем уровне и видимо не зря александр поляк считает вайсити stories лучшей частью gta из 3d вселенной обходя при этом оригинал просто вайсити и давайте посмотрим что думает о сторизе александр любимая gta 3d вайсити stories хороший сюжет балансирующий на грани серьезности юморного интересные разнообразные миссии шикарная атмосфера за счет музыки тайм цикла солнца неона красивая и приятная карта раскрывающая вайсити уникальная для всей серии gta система построения криминальной империи и куча разных интересных мелочей александр не стал скидывать свой голос но думаю это не страшно потому что я его озвучу так-то stories это не основа для меня но здесь у каждого свое мнение я искренне рад тому что у каждого гостя здесь своя история своя любимая честь gta и свое мнение но вы пишите какая именно часть gta для вас является лучшей и пару слов почему вот такая интересная совместная история у нас получилось но вы не забывайте подписываться на канал и всевозможные соц сети включая telegram до новых видео и встреч